Я пенсионер этого банка, который отработал здесь 30 лет. Встречаясь с работниками этого банка, я со многими общалась. Коллектив унижают, оскорбляют, хамское отношение к работникам, увольняют, понижают в должностях. Значит, что еще? По Донецкой области сокращение более 30 филиалов закрылись, отделения. Донецкое областное управление все работает в полном составе. Они сидят один на одной. Вот если нас сокращают, вот женщине 5 лет до пенсии, она 37 лет отдала работе банка, она осталась на улице. На каком основании? 33 филиал у нас на днях уволил, все три работника уволились, потому что условия работы невозможные. Их оскорбляют, унижают. Так, что я ищу? Вот я заплатила сейчас 36 копеек за воду, коммунальные услуги, вот они. 36 копеек я заплатила по субсидии, как пенсионерка. Вот квитанция, 7 гривен я заплатила за обслуживание. Более 20 предприятий отказались работать за счет банка. Этот банк был государственный. А на данном этапе, мы не знаем теперь, какой он этот банк. Как вас зовут? Людмила. А вы здесь тоже отработали, да? 30 лет, да. Кем? Я работала сначала кассиром, потом контролером, потом в соответствующей операционной части. И мы шли на работу с удовольствием, мы работали. Наш банк был всегда на первом месте, мы никогда в гости не тянулись, мы любили работу, выполняли. Сейчас обратитесь к любому, ведь вам побоятся люди ответить. Их просто вот так вот придавили, они плачут, они сами уходят. Им создают такие условия, что люди уходят сами с работы. Скажите, что произошло с Анатолианом? По слухам, он вышел на работу, когда приехало Донецк, образцовое областное управление. Его сократили, уволили. Получается, управляющий банка не нужен. Эту единицу сократили. И, значит, уволили его, и не предложили ничего. Он подал заявление в суд, и он выиграл в суд. Суд посчитал несправедливым его мнение. И Краматорский, и Донецкий. Его восстановили в должности, но когда он вышел на работу, и пришел в свой кабинет, два человека, службы безопасности, Донецкие, зашли к нему в кабинет, закрыли двери. Никто не видел, там нет видеокамеры, что они с ним делали. Но тут же он поехал, снял побои. И сразу же его там положили, потому что у него подскочило давление. Его сразу положили в больницу, в кардиологию. Людей доводят. Два человека у нас от телеги, девочек, молодых, отвезли с инсультами с работы. Третий, я сожалею, что они не пришли, потому что они на бирже сегодня, потому что они подъедут. И они просто не смогли. Любого, дайте, спросите, но они побоятся вам ответить. Они боятся потерять рабочие места. Если мы шли сюда как на праздник, для нас вам была наша жизнь, наша работа. Мы работали, мы вообще не знали, у нас был коллектив. Сейчас приехали в Донецк, все, мы тут не нужны. Работают Акдеевка, Макеевка, Дружковка. Почему повольняли кроматорчане? Мы хотим, чтобы наш банк, и чтобы здесь работали кроматорчане. Мы хотим отстоять это право. И всегда, я тоже дополню, и всегда кроматорское отделение всегда было в первых рядах. При Анатолии Иванович руководил банком долго лет. Я работала, 44 года проработала в банке. И знаю, и регистрации мы проходили, и реорганизации проходили. Мы начебались здесь. И по четверо суток мы отсюда не выходили, когда был переход. Скажите, а что сегодня вас сюда привело и заставило вас взять банк? А сегодня я вышла поддержать всех работников Ащадбанка, которых прессуют, которым не дают спокойно работать. И это, да, в новшество. Всем и новшество. Я вот 17 февраля рассчиталась, уволилась. Уволилась, потому что, ну, я посмотрела, да, я пенсионерка, я работала вместо декрет, девочка в декрете. Я проработала полтора года, должна была три работать. Я уволилась, потому что я увидела, как прессуют молодежь. Да, мы должны учиться, молодежь должна учиться, новое познавать. Но каким путем, если на тебя орут, унижают? И говорят, что у нас работники, которые есть, говорят, что ты работаешь, уже столько не живут, сколько ты работаешь в Ащадбанке. Унижают и заставляют писать заявление на расчет. Это же неправильно, неправильно. Со всем, сколько мы работали, мы с клиентами находили общий язык, сколько проработали, нас всегда уважали. Наш банк всегда уважали. Как зовут вас? Антонина Калла Степановна. И просто мне обидно за мой банк. Я пенсионерка, проработала 44 года, на 45-м году я уволилась. И я сейчас плачу коммунальные плачежи, я, может, повторяюсь. Я единую квитанцию заплатила, я около 20 гривен более заплатила, только одни услуги. Мы просим, чтобы обратили внимание на Ащадбанк, на руководство сегодняшнее. С людьми нужно считаться и людей нужно уважать.